Ваше Святейшество, действительно, вот мы с рождения находимся в невежестве, и даже придя в Искон, не особо-то скучаем по Кришне. Вот в чем проблема? Это больше вопрос отсутствия знания, или это уже вопрос свободы выбора? Кришна говорит, что мы рождены в иллюзии. И Шилабхати Натакура говорит, Любой, кто рожден в этот век, является Шудрой. Но благодаря обучению, человек становится все меньше, становится животным. То есть, современное образование и телевидение и прочее, они человека низводят до уровня животного. Поэтому нам нужно слушать знания и понимать вещи, как они есть, правильным образом. И делать все, что в наших силах. В Бхагал-гите Кришна говорит, Просто сосредоточь свой ум на мне, Верховная Божественная Личность. И вовлекай весь свой разум. Таким образом, ты сможешь вечно жить со мной, без сомнения. И если ты сосредоточишь на мне свой ум, без отклонения, И будешь следовать регулирующим принципам, Выполнять преданное служение, Таким образом, Таким образом, ты разойдешь желание достичь меня. Если мы не можем сосредоточить свой ум 24 часа в сутки на Кришне, Ну, хотя бы час в день, Или хотя бы два часа, Или пять минут, Но каждый день. И постепенно мы очистимся. И это все увеличится. И мы станем более стабильными, Более исполненными энтузиазмом. А тем, кто поклоняется мне, Я даю разум, говорит Кришна. То есть у человека становится больше разума, Чтобы стать еще более стабильным, И более исполненным энтузиазмом. И это все, что мы хотим. Если мы хотим чего-то еще, Если мы хотим освободиться от беспокойств, Если мы хотим материального комфорта, Если мы хотим лучших условий существования, То есть мы не будем так заботиться о том, Чтобы быть стабильным и быть энтузиазмичным при этом служении. Мы будем заботиться о том, Какие мы материальные результаты получим. Мои беспокойства уйдут. Кришна даст мне все, чего я хочу. А я понимаю лучше, Как жить в материальном мире. То есть мы будем во всем этом беспокоиться. То есть Кришна, он отвечает соответственно. О, Арджуна, завоеватель богатства, Если же ты не можешь держать свой ум постоянно соцсредоточным на мне, То следуй принципам и предписаниям Бхакти-йоги. Так ты разойдешь себе желание достичь меня. То есть Ичха, то же самое слово, Обозначающее желание, Желание достичь Кришну. То есть попытаться развить желание достичь Кришны. И все это возможно благодаря практике. Если мы правильно выполняем саду на Бхакти, Тогда мы разойдем желание достичь Кришны.